Вторая команда из Беларуси, отличалась ли эта встреча от предыдущих встреч и почему так сложился матч? Вначале первый период неразумительный, а потом вдруг команда преобразилась. Новое сочетание игроков вышли на первый период, поэтому немножко такая цыгра на синтезе, понимание было. На втором периоде уже вернули прежние сочетания, скорректировали, и ребята уже скрепостились, уже давно как бы играли вместе, уже более слаженная пошла работа. Ну и плюс, конечно, добавили, в движение добавили, полезные навороты, уже в зоне стали большим поликременем. В юности играла четвертая пятерка, состоящая из трех игроков 95-го года, сегодня был только один, Станислав приходил. Все с чем? Ну, у нас достаточное количество попадающих, поэтому даем шанс всем проявить себя. Ну, естественно, стараемся, чтобы все использовали физически свои данные. не показалось, что немножко 95-й год был устал, две сложных игры было с юностью, и дал им передачу. Ну, вот предсезонный период, во время предсезонного периода была встреча между юностью и Динамо Шинник, и там счет был 0-9. По этой игре сегодняшней не показалось, что такая большая разница. Ну, предсезонные игры, они не дают объективной картине. Тренера проверяют составы, какие-то сочетания смотрят, смотрят новых игроков, проверяют, поэтому по предсезонным турнирам нельзя судить о силе и слабости соперника. Ну, готовясь к встрече с Динамо Шинник, вы предполагали, что это участник Кубка Мира, да, и одна сильнейшая команда Беларуси. Да, естественно, мы все просматривали, отсматривали, готовились к этой игре. Ну, то есть, результат сегодняшнего матча – это кропотливо работа в теннис-штабе? Нет, это всей команды, это всей команды работают. Здесь сегодня ребята, особенно во второй половине игры, просто проявили высокую самоотдачу, кому-то в теннис-штабе нет, свалил в разбивалке, но надо готовиться к следующей игре. То есть, завтрашний матч будет намного сложнее, да? Естественно, если соперник сделает какие-то перестановки, там, ошибки разберет. А в чем, собственно, психология и сложность вот этих сдвоенных матчей? Психология отличается в том, что сегодня выиграли, оказалось, что вроде все хорошо, завтра выходишь, и противник уже более мобилизован, более агрессивен, больше желанием, больше хочет победить. И если ты не готов, ты по ходу игры не перестроишься. Это уже надо с сегодняшнего дня уже перестраиваться, уже себя готовить, забыть сегодняшнюю игру. Да, это уже история, уже надо готовиться к этому. То есть, не означает ли это то, что команды, которые будут претендовать на выход в плей-офф, они должны решить вот эту проблему психологии и физики, да, вот в этих сдвоенных матчах? Как раз этот чемпионат проходит по такой форме. Конечно, конечно, нельзя расслабляться, уже опыт первых туров показывает, что команда имела колоссальное преимущество, на вторую руку ходят, они подготовлены и проигрывают. Как думаете, Никите Галдобину будет тяжело вообще в таком режиме работать с вратарем, ну, играть с вратарем, будут какие-то замены, да, и возможности для него, для его вот? Ну, я пока не готов на этот вопрос ответить, но достойно кто-то им, мы можем выбирать из них, кто будет готов, наверное, а мы выпускаем игру. Ясно. Ну, тогда удачи назад в снимании. Спасибо. Спасибо.